Парка Владимирский сад Школьники готовились к концерту основательно. Ребята учили слова песен, им шили яркие костюмы, готовили реквизит. Для некоторых ребят, особенно первоклашек, это первое выступление на такой большой сцене. Мы всегда будем помнить о подвигах наших прабабушек и прадедушек, и мы будем им всегда благодарны за их подвиг. Мы спели песню «Бессмертный полк». Мы дорожим, что наши бабушки и дедушки погибли, мы очень ими гордимся, и мы их всегда будем помнить и говорить спасибо. Мы с первым бэ будем петь песню «По берлинской мостовой коне шли на водопой» и танцевать. Перед концертом ребята писали письма ветеранам, выступали в классах с презентациями о героях-солдатах войны, и даже самые занятые родители помогали детям готовиться к важному концерту. К этому концерту мы готовились более месяца. Очень приятно принимать участие в таких патриотических мероприятиях для детей и для родителей. Бабушки пришли на наше мероприятие, у них наворачиваются слезы на глазах. Спасибо большое нашей школе, учителям, за то, что такие мероприятия организуются, и нашим деткам, которые так хорошо выступают. Всех с наступающим праздником! После исполнения номеров первоклассники подарили музею первой гимназии книгу памяти, на страницах которой ребята рассказали о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В музее уже собрано 33 альбома разных классов, теперь памятная копилка пополнилась еще шестью альбомами. Каждый класс проводит поисковую работу в течение целого года. То есть ребята идут в архивы, в семейные архивы, отыскивают все сведения о своих прадедах, прапрадедах, прабабушах, то есть всех тех своих родных, кто участвовал или каким-то образом связан с Днем Великой Победы. И находят фотографии, находят письма, и все это в цифровом виде делается, оформляется в виде отчетного альбома. В финале концерта легендарную песню День Победы исполнили почти 500 детей. Впереди 9 мая, День Победы. И школьники-патриоты с транспарантами и георгиевскими ленточками с гордостью пройдут в рядах шествия Бессмертный полк. Редактор субтитров А.Семкин